Высок на Риме, достойно Царствия Небесного! Тот, кто берёт, наполняет ладони, тот, кто отдаёт, наполняет сердце. Это на своём опыте знают многие православные христиане. Для них помощь ближнему — потребность души, ведь, как говорит Священное Писание, вера без дел мертва. На этой неделе было подписано важное трёхстороннее соглашение о социальном партнёрстве между епархиями Забайкальской митрополии и Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края. Старость, одиночество, инвалидность, малообеспеченность — это лишь малая толика социальных проблем, которые существуют в современном обществе. Людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, зачастую требуется не только и не столько материальная помощь, сколько духовная поддержка. Не случайно святейший патриарх Кирилл назвал служение церкви в социальной сфере приоритетным и важным направлением в работе. В Читинской епархии отдел по социальному служению и церковной благотворительности создан в 2010 году. Специалисты отдела работают по разным направлениям. Священники и их помощники окормляют пожилых, одиноких людей в интернатах, совершают оглашения, крещения, проводят беседы и праздники. Православное сестричество активно сотрудничает с реабилитационными центрами. Чтобы помогать многодетным неполным семьям, одиноким и малообеспеченным людям была создана творческая мастерская. Традиционные ярмарки показали, что вязаные, швейные, столярные, художественные работы пользуются спросом, а вырученные средства идут на нужды многодетных семей, подготовку детей к школе, покупку моющих средств и другие. В кафедральном соборе работает гуманитарный склад. Люди жертвуют одежду, обувь, постельное белье, продукты, бытовую технику. Все это передается нуждающимся. В прошлом году люди активно стремились поддержать беженцев с Украины, и десятки украинских семей получили предметы первой необходимости. Большая работа ведется в лечебных учреждениях. Во многих открыты молитвенные комнаты, где регулярно совершаются молебны, духовные беседы, крещения. Для онкологических больных это особенно ощутимая поддержка. Здесь души пациентов и неравнодушных врачей открыты к познанию вечных истин. Сегодня социальная сфера – это область сотрудничества государства, церкви и общества. Поэтому для того, чтобы сделать помощь нуждающимся более эффективной и планомерной, Забайкальская митрополия вышла с инициативой подписать соглашение о социальном партнерстве. В торжественной обстановке управляющий Читинской епархией митрополит Владимир, епископ Нерчинский Дмитрий и глава Министерства социальной защиты Георгий Рева подписали этот документ. Мы давно работаем вместе. Нам не нужно, так сказать, к чему-то себя призывать, потому что не только материальными благами мы можем помочь человеку. Во многом нужно именно духовное окормление, восстановление нарастных в нашем обществе. И вот в этом министерство очень надеется на вашу владыки помощь. Каждый год появляются какие-то новые совместные проекты. Я хотел бы вас поблагодарить за то, что позиция Министерства социальной защиты остается неизменным. Двери всех социальных учреждений края открыты для священнослужителей. И мы знаем, что на регулярной основе это сотрудничество продолжается. Наши священники окормляют подавляющее большинство социальных учреждений края, проводят богослужения, общаются с людьми, которые хотят в наше непростое время получить духовную поддержку. Мы стремимся к тому, чтобы во всех благочиниях, во всех районах края, при приходах православных были специальные помощники благочинных именно по социальной работе, которые бы занимались непосредственно вот этим вот родом деятельности. Подписание сегодняшнего соглашения даст новый импульс и продолжит то развитие нашего плодотворного сотрудничества, которое уже было до этого положено. Это еще и духовный акт. Несомненно, что благодать Божию будет нам и в дальнейшем содействовать в деле помощи тем, в первую очередь, конечно, страждущим, но вообще всем людям, всем жителям Забайкаля, а значит и нашей Родине, нашей России. В соглашении прописаны задачи социального партнерства, основные направления работы, среди которых помощь приемным и многодетным семьям, пропаганда здорового образа жизни, противодействие алкоголизму, наркомании, организации летнего отдыха, развитие добровольческого движения и другие. Что именно дает людям духовную поддержку и позволяет не терять духа в самых сложных жизненных ситуациях? Это особая божественная сила — благодать. В этой энергии любви нуждается каждая душа, ведь каждый стремится к счастью. Наверное, поэтому некоторые дети и взрослые в выходной день оставляют все свои дела и на несколько часов приходят в тихую обитель — атамановский женский монастырь. Приходят просто заняться рукоделием, пообщаться между собой, поговорить о главном и напитаться божественной энергией радости и любви. С прошлого года по благословению митрополита Читинского и Петров Забайкальского Владимира сёстры монастыря взяли под опеку краевой специализированный дом ребёнка. Священнослужители совершают там крещения и молебны, а насильницы устраивают для ребятишек незабываемые праздники. Уже второй год работают в обители и воскресной школы для детей и для взрослых. Изучается закон Божий, основы православной культуры, даются уроки рукоделия. Программа творческой мастерской обширная. Изготовление мягкой игрушки, открыток ручной работы, роспись по ткани в технике батик. Ну, Господь создал мир, создал очень красивые краски на земле. И вот проходит лето, нам хочется, чтобы эти краски, цветы сохранялись дольше. И вот мы занимаемся батиком, рисуем, проводят у нас очень грамотные матушки. Изучаем мы Божие слова, разбираем иконы написанные. Просто мы приходим сюда как домой. Мне интересно просто знать основы православия, закон Божий изучаем здесь, основы культуры православия, литургику, как проходит служба, все это по порядку нам рассказывают, все это очень интересно. Ну, я, в принципе, к вере пришла не так давно, поэтому мне все интересно. Однажды в монастырь пришли ребята из Атамановской средней школы. По заданию учителя они подготовили сообщение о святых. Один раз побывали, да так и прикипели душой к этому месту. Понравились ребятам и храм, и иконы, и приветливые сестры. В воскресную школу они пока не ходят, а просто занимаются в кружке рукоделия. Со своей учительницей дети приезжают в монастырь теперь каждую субботу. Сначала заходят в храм. Ребята уже уверенно крестятся, умеют ставить свечи, прикладываться к иконам и мощам. Но каждый раз педагог воскресной школы, послушница Ольга, рассказывает им что-нибудь новенькое. О святых, о монастырях, об ангелах. Ангелов на иконе ребята внимательно разглядывают не случайно, ведь им предстоит этих небесных жителей делать своими руками. Перед тем, как начинали шить ангела, я им рассказала про ангела. И в начале урока мы повторили, почему ангела изображают люди в виде человека, и почему крылья, хотя крыльев у человека нет. Вот они все это знают. Часть отсеялась, а вот этим детям, вот они уже, как бы, стабильная группа уже сильно нравится. Они даже уже видно, что то по одному шли, а теперь уже целый гурьбой. И видно, что им тут уютно, хорошо. Занятия рукоделием не просто успокаивают, воспитывают усидчивость, но мелкая кропотливая работа пальчиков развивает мышление и творческие способности. Через руки много развивается творческий потенциал, открывается они тут, начинают изобретать. Коробочку прямо я при них обрезала, и вот они делали декорации. Вот мы обыграли всех этих зверюшек, вот, какие тут есть, поставили. Им очень понравилось, и теперь они всегда ждут в конце урока, чтобы мы поиграли. Так сама собой сложилась традиция завершать урок импровизированным кукольным представлением, в котором дети переоплощаются в своих ангелов-хранителей. Впереди Рождество, и все эти ангелы станут героями праздничного рождественского представления. В истории есть множество фактов, когда иконы источали слезы, мира, кровь, благоухали, сами обновлялись и наоборот темнели. Чаще всего это были образы Богородицы, державная, неупиваемая чаша, скоропослушница, спарительница хлебов, умиление. Почему существует так много разных икон Богородицы? И почему мы всё-таки узнаём первообраз? Сегодня я беседую с игуменем монастыря в честь всех святых, землерусской просиявших. Здравствуйте, Матушка! На предстоящей неделе мы отмечаем память Казанской иконы Божьей Матери и всех скорбящих радость. Скажите, почему так много существует икон, посвящённых Богородице? Действительно, Богородица одна, а икон её — целое великое множество. Это связано с тем, что наш народ очень почитает Царицу Небесную, и люди хотели иметь различные её образы. И вот каждый образ связан с определённым аспектом материнства Царицы Небесной, её любви к роду человеческому, её предстательства о мире. Отсюда и название «Взыскание погибших», «Всех скорбящих радость», «Помощница в родах», «Нечаянная радость». Ну а также названия связаны и с местом либо обретения этой иконы, либо её длительного пребывания. Отсюда и Казанская, Владимирская, Тихвинская, Порт-Артурская, Смоленская и великое множество других. Какими бы разными ни были иконы, мы всё равно узнаём первообраз. Почему? Ну вот иконописец, изображая Божью Матерь, он всегда стремился передать её величие и одновременно её простоту, её мудрость, любовь, её скромное достоинство. И неизменно одно — все иконописцы старались передать вот эту духовную силу и любовь, которую Царица Небесная питает к роду человеческому. Отсюда мы и именуем её заступницей усердной рода христианского. Ну а также существуют некоторые внешние признаки, по которым можно узнать, что это именно Божья Матерь изображена. Это вот этот четырёхугольный плат, как правило, тёмно-красного цвета, который называется мафорий, и на нём вот звёздочки Преснодевства. Это три звёздочки, которые говорят нам о том, что она до Рождества, в Рождестве и по Рождестве пребывает Девою. И всегда на иконах Божьей Матери написано изображение Матерь Бога, которое обозначается четырьмя греческими буквами — Миоферта. Преподобный старец Амбруси Оптинский рекомендовал мирянам по 12 или по 24 раза повторять молитву Богородицы Дева Радуся. Для чего так часто повторять одну и ту же молитву? Молитва — это наша встреча с живым Богом, который слышит человека, который помогает ему и который его любит. И потом, может быть, не так важно, какую именно молитву творить и сколько именно раз её повторить, сколько важно, чтобы мы на этой молитве ощущали себя в присутствии Божьем, без воображения, без разгорячения, но чтобы мы обращались к Богу как к милостивому Отцу и получали от Него помощь. И вот как один из преподобных старцев оптинских, преподобный Нектарий говорил о том, что ведь, казалось бы, достаточно один раз сказать «Господи, помилуй!», а тем не менее мы в богослужении и в домашней молитве и трижды, и двенадцать, и сорок раз повторяем эту молитву. Ведь мы повторяем её не только для себя, но и за тех, кто не в состоянии, а может быть, и не желает молиться. А мы как христиане, а особенно как монашествующие, должны молиться за весь мир. Апостол Павел всповедует нам непрестанно молиться. Это не значит, что мы, как люди, задаются вопросом «А как тогда? Когда есть, когда работать, когда ходить на службу, когда совершать свои домашние дела?» Нет, это говорится не о том, что мы должны встать и с утра до вечера стоять перед иконами. Нет, мы должны как можно чаще вспоминать о Боге. Даже простое обращение к Господи, оно уже привлекает к нам милость Божию и настраивает на шум и наше сердце, как камертон настраивает на другой лад. Часто мы ощущаем потребность в молитве, но наша лень, наше расслабление, оно не даёт нам. Мы можем разговаривать с человеком в продолжении нескольких часов даже, мы от этого не устаём. А когда нам нужно помолиться, вот наступает время молитвы, нам кажется, мы устали, нас одолевает множество помыслов и множество суетных дел, и нам некогда. И вот старец Паисий Святогорец приводит такой пример, что когда мы… Это подобно тому, когда нас приглашают на приём к царю в царский дворец, а мы вот говорим, ой, опять царь нас зовёт, надо идти говорить, неохота, ну что делать? Ну вот, а тут нас приглашает царь царей, от которого мы можем получить благо земные и небесные. Один из особо почитаемых образов Пресвятой Богородицы – Казанский. Летом и осенью чтили его наши предки. 21 июля – День чудесного обретения, а 4 ноября – День чудесного освобождения Руси от поляков в 1612 году. Три дня и три ночи перед решающим походом постились и молились ополченцы Минина и Пожарского. А потом, подъяв казанский образ Пресвятой заступницы, знамёна с ликом Спаса двинулись на Москву, и Русь, уже стоявшая на коленях, была помилована. В среду предстоящей недели 4 ноября мы будем вспоминать эти события. Как и столетия назад, вот уже ровно 10 лет для России это общий государственный праздник – День народного единства. А я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова